Мы познакомим вас со Светланой Румянцевой, сотрудником межмуниципального отдела Кандалавшский. В 2006 году Светлана под направлением местной полиции поступила в Орловский юридический институт. Через пять лет вернулась в родной город и теперь работает следователем. Как и все сотрудники полиции, кто закончил вуз МВД, Светлана Румянцева отмечает сильный профессорско-приводавательский состав. Интересные практические занятия. Все это позволило выпускнице с красным дипломом вернуться в отдел Кандалавшский готовым специалистам. Это дает очень многое. Даже это дисциплинированность, это усидчивость, это какие-то стремления. Все равно это не просто гражданский вуз. Там немножко другая у нас специфика. Даже не просто другая, абсолютно другая. Мы проходили практику каждый год в отделах тогда еще милиции города Орла. Конечно, запоминающиеся были моменты. И с участковыми мы ходили по неблагополучным семьями, с инспекторами ПДН. То есть тогда еще мы начинали это все впитывать в себя, всю специфику этой деятельности. Рабочий день Светланы начинается с самого утра и продолжается до позднего вечера. Расследование уголовных дел, запросы в различные организации, допросы свидетелей, подозреваемых, обвиняемых. Семейной жизни это не мешает. Супруг молодого следователя также работает в правоохранительных органах и гордится профессиональными успехами своей половины. У меня было одно очень долгое дело, которым я занималась полгода. Оно у меня очень запоминающееся. У меня гражданин совершил, ну, нанес другому гражданину тяжкие телесные повреждения. То есть там было такое запутанное дело, было очень интересно его расследовать. Это заняло у меня очень долгое время. То есть это дело я запомнила и не забуду его никогда. Шанс стать обладателем этой интересной профессии есть у каждого выпускника образовательных учреждений. Учебные заведения МВД России готовят следователи, специалистов для полиции, общественной безопасности и криминальной полиции. Курсанты и слушатели обеспечиваются бесплатным проживанием в общежитии, питанием, обмундированием и денежным содержанием. Если вы надумали, то обратитесь в Каналакшское дело полиции. Телефон для справок 9-21-68.